Здесь много споров, можно еще поставить и делать какие-то ролики на 5-10 минут обсуждения на кухне. А между прочим, есть какой-то канал, не помню, по-моему, Дождь, что ли, или кто-то. Они там иногда показывают, прямо за столом сидят, у них там с утра какая-то там... И они что-то там обсуждали, там, чуть-чуть. Именно показывают пулуары. План на день, они там обсуждают, да. Как показывает практика, что как только появился глаз, сразу же. Вот это расставлено. Действительно очень сомнительный аргумент по поводу, кому принадлежит сеть. Очень сомнительный. Это всего лишь часть, честно говоря. Вот я сейчас фокус поставил, да, там фокусов несколько. То есть она никому не принадлежит, она сама под себя формирует. Но пока вот этот вот переходный период... Это вот как, я не знаю, вот у нас есть термин «россиане». А кто такие россияне? А это вот те 120 национальностей, которые жили и которые плавились теперь. Но так как вот было то, что русские, да, задали первый начальник какой-то стимулы, они, собственно, и доминируют культурно. То же самое в сети будет повторяться. То есть тот, кто заложил, вот англичане, заложил американцев в англо-саксовскую культуру. Сколько у нас терминов за последние годы возникло американцев? Как раз сетями на... Абсолютно другое. ЖЖ, ну пришел к нам американский ЖЖ. Что там американского? Да вот в том-то и дело, что основа язытичности в конечном счете до сих пор выступает язык. И если мы будем общаться на любом сервере в Америке, в Африке, где угодно, мы все равно будем общаться... И сегментация возникает именно так, что выгораживается какая-то сфера, в которой говорят только на своем языке, и она как бы остановится автономной. Фактически. А дальше это может быть оформляться выкупом... Только в некоторых специальных областях, где русско-ангельская языка... Сейчас я очень хорошо... Влад вам что-то на эту тему скажет. Вот Саша был, которого... А сейчас мы записываемся, да? Это же наше между... Ну хорошо. Вот занимается проблемой ислама. Там я тогда приходил. И в Дагестане. И до, собственно, 90-х, даже 2000-х годов, мусульманские сообщества были достаточно автономными. И ислам был со спецификой национальной в разных территориях. А в связи с этой быстрой коммуникацией, которая есть, очень быстро стало распространяться влияние арабское. То есть и национальные исламские мусульманские сообщества стали себя подгонять под те формы ислама, которые в Саудовской Аравии. Там у них, собственно, хаббизм, государственная религия. И они теперь, то, что у них воспринималось как истинная религия, ислам, если это не соответствует тем нормам, которые в Саудовской Аравии, они, значит, деятели проповедники говорят, это не настоящий ислам. Вот мы имеем первые, кто начал сформировать у себя сеть. Да, религия оттуда вышла, но она уже адаптировалась в национальные особенности какие-то. Более мягкие какие-то или даже более частично, как в том же Кавказе, многие формы примели полуязыческие. Но это же понятие аутентичности. На самом деле, почему тянется именно к арабским странам? Потому что оттуда произошло, именно там они якобы знают истину. Сейчас, 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 но я про другое. Они стали родоначальником формирования по второму кругу сети с использованием быстрой коммуникации. То есть самолетом доставлять проповедников, через интернет доставлять информацию. Они первые, как западное в плане доступа к информации, получили все эти коммуникации. А мы тогда еще в советский период были. И они сказали первое слово, второе и третье. И теперь они являются авторитетом. Я по поводу того, что несмотря на то, что сети обосабливаются, тот, кто стал родоначальником сети, он деминирует идеологически. Если бы наши... Мы же говорим о том, что с этим тезисом не сложно согласиться. Подождите, но это делаем в этом. И вот то, что Вы говорили в докладе, то, что вот эта сетевая структура, значит, она станет определять, то есть сеть, как средство коммуникации, оно является ли на все средство коммуникации. Что такое структура? Это перечень элементов и перечень их взаимосвязей, да? Значит, если у нас перечень элементов есть, да, вот, и как у нас эти взаимосвязи, значит, благодаря интернету они стали убыстряться, и они, значит, если раньше вот так можно было соединяться, да, теперь можно так, так и так далее. Но понимаете, для наличия этого собственных элементов в своей структура должно быть, да, там это что-то. И поэтому говорить, что сеть является там, вот это средство коммуникации является определяющим, я считаю, это не правильно. На некоторых этапах, то есть, действительно определяющим. Нет, сейчас, сейчас, перерастая через некоторый базовый уровень, является определяющим. Сейчас, я не про это, я про то... Секрически что-то, но сейчас... Сама структура, да. Ну, она всегда есть. Так, а на мой вопрос, а можно ли... Да, так вот, я на него ответил опять этот вопрос. То есть, еще раз, тут возникло... Стас, да? Атон. Атон. Стас, да, я просто подумал слово, Стас. Значит, оооо... Вот Атон сказал... Я могу переформулировать его, чтобы было проще и понятно, и быстро отвечать. Мой тезис состоит в том, что невозможна быстрая коммуникация, ну, в буквальном смысле, быстрая, без наличия единого общего языка. Как бы... То есть, в конце концов, должен быть один язык. Сейчас это, фактически, является английский. Вот. Но не для всех. Я так понимаю, что вот... Вот, значит, во-первых, как бы, языков... Количество языков все время сокращается, и куча малых народов, они теряют свои языки. Это раз. Второе. Значит, куча людей владеет несколькими языками. Да, вот, что в Африке, например, я столкнулся, что они все отлично говорят по-английски, потому что... Ну, вот, Суахили у них общий язык для 100 миллионов людей. Но есть люди, которых Суахили не родной, они, допустим, учат английский, а объединяющим у них является, казалось бы, вот, зачем им это надо, они не очень развиты. Они смотрят, там, музыкальные передачи. Музыкальные передачи, их гуру, на которых они молятся, это вот, как музыка, там, рэп-тайв, кантыка такая, африканский и рэп, они ведут все эти диспуты, свои, значит, ток-шоу на английском. Соответственно, люди, чтобы быть в курсе, они, значит, это английский обладевают. Ну что, пошли? Сейчас, 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 я бы кофе попил чаще, кстати. Ну, давайте выключите запись, попьем кофе нормально. Я считаю, что язык не является, как бы, люди, которые хотят войти в сеть, то есть зацепкой являются некие культурные посылы, а вот те люди, которые первые начинают сетевым образом распространять эти культурные посылы, те центры, они потом определяют во многом дальнейшую судьбу. То есть, вот то, что мы имеем в виду сейчас с мусульманами России, которые ориентируются на мусульман Саудовской Аравии. Потому что, если бы, я думаю, что они начали первые давать культурные посылы, они бы были законодателем. Вот, значит, и это во многом, то есть, ну, я не знаю, вот сильнейший культурный посыл Тайчан, то есть, родившийся в рамках американской культуры и вообще планшет. То есть, я, как владелец айпада, понимаю, как сильно он меня за последние два года от себя подправил. Но всё, что он подправил, это то, что родилось в рамках культуры другой страны. Если бы это родилось в рамках нашей культуры, то мы бы подправляли их. Это вроде чуть-чуть, но это накапливается раз за разом. Тут подправил, там подправил, здесь подправил, тут. И уже понимаешь, что ты не здесь. То есть, я когда выезжаю, я вот был в центральной России летом, то есть, я понимаю, какая пропасть меня между ними разделяет. Это сложно передать. И я, как бы, несмотря на все какие-то базовые ценности, которые я разделяю, я понимаю, что я от половины них могу легко отказаться, понимая их относительность. И при этом я принимаю какие-то ценности американские, допустим, те же, и понимаю, что не их какие-то местные, но более общие, которые являются ценной жизни, допустим. То есть, я не полезу в драку по пьяни, чтобы говорить, что я более сильный, потому что я понимаю, что я свою жизнь могу более продуктивно использовать. А туда я приехал, то есть, мужики там рассказывают, что как же он мне сказал, что я слабак, но это я с них бился до крови. Ни фига это надо, мне это в другой ситуации все пригодится. Моя голова и мои руки. Я по этому поводу хочу отстаивать ту ситуацию, что тот, кто начал распространять сеть, он потом пожмет кучу последователей. Что значит распространять? Сеть сама родилась... Да, но можно ее, понимаешь, это можно... Я боюсь, что управлять сети невозможно, я думаю, что в итоге. Ее можно, нет, понимаешь, там речь была о том, что, например, тому же контакту ставят какие-то палки полуадминистративные, на них молиться надо и просто их засеивать. Какие выживут, такие выживут. Заранее предсказать это, как и в теории эволюции, нельзя. Но если этого не делать, то мы просто будем... Вот и все, то есть мы либо ждем, когда к нам придут сети, и мы в них будем включаться, создавать. Здесь глобальное противоречие. С одной стороны, первый посыл идет, то, что сеть это то, что не территориальное, межтерриториальное. Значит, предели стремящихся к мировому. А тут, с другой стороны, давайте создавать у нас в стране. Да, потому что культурные ценности, какие-то атомы культурные, они... Даже, вот смотри, даже американцы, которые эту сеть, у них это все родилось, сто процентов, они очень сильно меняются. Но они меняются с той же скоростью, что меняется сеть, у них нет ломки. Вот самое неприятное, на мой взгляд, это те ломки, которые сообщество претерпевает, когда приходят другие культурные ценности, и ему приходится... Ну, какие другие ценности пришли с Фейсбуком и с ЖЖ? Ну, это интерфейс! Да. Это просто интерфейс. Ну, как бы, понимаешь... Ну, я общаюсь с человеком в ВКонтакте или в Фейсбуке. Какая разница? Только разный интерфейс. Я не общаюсь с американцами через вот эту систему. Если ты уже общаешься через интерфейс, уже американский. Он уже американский. Он создан был в Америке вот все это фигня. Ну, конечно, можно сказать, если я на американской машине на Форде катаюсь, то это значит какой-то... Ну, это все-таки не очень серьезно. И это достаточно серьезно. Самое основное, что вообще... Что Контакт, что Фейсбук на 95-7% это котики и фотографии там где кто был. Что там котики, да. И поэтому говорить, что... Только вот наша культура, это не котики. Нет, это культура. Нет, это культура. Это культура. Это культура. Вот, на, на. Можно было... Как будто сверху. Просто многие вещи, которые ты сейчас воспринимаешь как наши, еще лет десять назад ты бы на них плевался. Короче, вопрос идет об естественном отборе. Мы должны выжить почему-то, а другие должны умереть. Или наоборот. А кто-то умрет всяко. Мы просто... Правильно. Чтобы не было этого, условно, за счет... То есть мы должны вступить в борьбу. Это и попытаться на равных противостоять... Ну, даже... Другим, да. Другим сетям, другим культурам. Иначе они нам скажут, да. Вот вирус там... Пришел китайский вирус, как птичий грипп из Китая. А мы должны свой вирус. Пускай они русским вирусом болеют. Сеть это всего лишь навсего средство коммуникации. Нужно так обстрадировать. Нет, нет, нет. Не сеть это уникалости. Это уникалости. Компьютер с проводами. Это похоже на то, как человек, который автомат приобретет... Это просто железяк... Это просто ерунда. А с помощью автомата можно человек... Нет, я не понимаю. Вы говорите, вот... Допустим, вот интернет, да, было изобретено, зачем, на случай атомной атаки... Ну, саша, мы знаем это все. Теперь, что изменилось за эти двадцать два года в состоянии? Существенно изменилось. Существенно изменилось в сторону увеличения и от вата миллионов. Нет, смотрите, что изменилось... Каким образом количество перешло в качество? Что изменилось? Что какой-то, допустим, диакон русской православной церкви вдруг начинает выкладывать сейчас в журнале сообщение о том, что у нас там в православной церкви есть гомосексуальные ложды. И все православное сообщество на ушах стоит. Патриархия должна что-то отвечать. И так далее и тому подобное. Извини, перебиваюсь. Один человек начинает, один человек обвиняет. Значит, есть общественная потребность. А в сети выполняют только коммуникацию. Есть общественная потребность. Вот о чем я говорю. Она всегда была. И в советские годы была потребность. Но в сети не было. И поэтому эти процессы шли медленнее. А только здесь ничего не изменилось. Я говорю, количество перешло в качество. Но я говорю, что должна быть структура. То есть есть общественная потребность. Есть какие-то задачи. Вы постоянно какие-то стандартные, штакованные фразы говорите. Какая стандартная сеть? Это коммуникация. Что дальше? Я не понимаю, что дальше? Ну, вот вы не понимаете. У вас должно быть хоть вопрос такой. Если вот столько мужчин здесь стоящих понимают, и не задают этот вопрос, а вы задаете. Давайте поясним. Вот есть структура, там у нее есть элементы. Классическая структура такова, что есть один какой-то суперэлемент, так называемый центр структуры. Который является субъектом всей структуры. Он управляет всеми остальными элементами. Он является главным. И все остальные элементы в первую очередь соотнесены с ним. И эти взаимоотношения несимметричны. Что такое сеть? Это ситуация, когда каждый из элементов становится субъектом. Он каждый порождает что-то. Каждый из них является источником. Вы говорите, что это может быть по-разному организовано. Да мы не отец не говорили. Децентрализован, это не имеет значения. Естественно, есть причины, по которым люди начинают что-то говорить. Есть люди, которые это говорят. Это люди главные. Люди сами по себе подвержены влиянию других людей. И сеть создает это влияние. Она создает это влияние. Потому что сети другие люди. И эти люди на меня влияют. Я изначально, грубо говоря, был гомосексуалистом. Но на меня люди через сеть повлияли, и я перестал им быть. Четыре. 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 А если я залью, то я забуду, что такое. Я как источник есть. Но на меня влияют другие. Вот о чем вещь. Влияют, но не создают. Создают? Они меня создают. Влиянием они меня создают. Саша, что такое эволюция? Эволюция. Вы в школе учились. Вы что, сами по себе учились? А на вас учителя повлиялись. Зачем об этом вспомнить? Это совершенно не по сети. Существенно. Это к тому, что сеть является взаимовредяющей друг на друга. И каждый элемент, как Антон говорит, в сети, он создает другой элемент. Часто так случается, что случайно незначительный какой-то элемент становится во главу угла. Но такое часто в эволюции случалось. Мы, если посмотрим эволюцию, мы постоянно наблюдаем одно и то же. Когда незначительная вещь, потом становилась главной. И на нем базировалось все остальное. Но это все равно означает, что бытие есть. Конечно, бытие есть. Теперь таким элементом из этого возможности стала сеть. И вот и все. Сначала это была несущественная вещь, а теперь вдруг стало это самым главным. Я, например, в сети провожу, я полдня минимум провожу в сети. Но это же не говорит о том, что там, значит, теория заговора, сеть, по сути... Да это не теория заговора просто. Просто она стала важной, невозможно мимо нее пройти. Все, что становится важным для нас как бы в жизни, все выходит на передний план. И, значит, если это важно для меня и для других людей, значит, через эту сеть я могу влиять на них. Давно же было определение, что такое власть. Власть – это способ, каким ты можешь распространить свое влияние. Если ты реально можешь распространить это влияние, значит, ты властвуешь. У меня должно быть влияние. То есть у меня должна быть, я должен обладать своей внутренней силой. То есть я должен иметь какую-то свою специфику, чтобы вы меня... Естественно, вы должны иметь вообще что сказать? Я должен сказать, что элемент первичен. А сеть – это... Вот, например, философский штурм. Философский штурм. Влияет на что-нибудь? Это не было раньше. Вопрос о курице и яйце. Философский штурм. Он был раньше. Вы как были, так и есть, да? Вот. И тут вдруг возникает ситуация, что вам, как бы, каждому человеку дают, условно говоря, трибуну. То есть раньше до трибуны допускались только избранные. Вот они. Проверенные. Ну, был худ совет какой-то. Да, не худ совет. Проверенные там. Ну, какой-то совет. Была цензура, да. Ну, не просто цензура. Не было, в принципе, таких... Про заверенные, как там, и прочее. Так сказать, физических возможностей не было в какой-то момент, да, сообщить. То есть вот есть узкий круг, к которому вы можете что-то донести. Там ваши руки, там все. Недаром говорили все про кухни какие-то, да? Кухни. Все. Дальше это может распространиться, может не распространиться. А тут вы выходите, как бы, сообщаете на весь мир. Мне кажется, гораздо интереснее то, что какая-то группа интеллектуалов может повлиять на какую-либо сеть. Повести за собой, как это на Украине, например, происходит. Ну, это частный пример. Можно как-то и по-другому. Какая сеть повела на Украине? Это внутренние причины 45-миллионного народа Украины. Да, ну, нужен был повод. Внутренние причины могут долго накапливаться и ни в чем не выражаться. Да, сеть там какая-то является, да, там, или кто-то поднес спичку, загорелось. Ну, чтобы, если я поднес спичку, значит, бак у воды, ничего там не загорится. Да дело же не в этом. Вопрос идет об эффективности. Вопрос только в том, что... Вопрос только в том, что... Вы можете сколько угодно на улице покорачивать, что все плохо, а я... Показать может не быть. Эти причины можно создать. Грубо говоря, на Украине могло не быть причин, но сеть их создала. Нет, причины... Запросто! Нет! Как раз сеть может создать причину. Саша, вот Влад уже говорил, вы... Люди жили мирно, нервно спокойно, а сеть пришла, и начала среди них пармографию распространять. Так, где же... Путинисты? И люди, что называется, пристрастиющих к этой пармографии, возникла некая причина. Я сеть, я пришла... И в результате этой причины... Возникновение этой причины... Можно все, что угодно. Суциалистов, порнографик, и все. Потому что Борис Поза... Я пришла! И был доносксоверей. Ни газеты, ни политические партии, ни листовки, никаких бы революций не было в России. Да это что? Если бы ни средства массовой информации не было революций? Если бы не было агитаторов, газет, листов... Не было бы революций. Я до 17-го года не был в связи. Но были же народные бунты. Были бы только в Бухове. Бунты были, и все. Но неэффективно же, не революция была. Как местные, они там чуть ли не пол... И что, ничего не изменилось? Так ничего не изменилось. Их расстреляли, и все. Дальше живцы. Ладно, все. Всегда побеждали.